Далеко не все берут на себя такую ответственность, отвечать за настроение других или что-то вот делать такое. Я еще когда училась в школе и в университете, я была всегда очень активная и как-то вот в таких случаях я всегда что-то делала. Действительно, всегда что-то делала и часто спасала вообще какие-то там ситуации. А некоторые люди просто сидят и позволяют себе начать тухлить. Когда человек тухлит, я это очень не люблю. И тогда это очень здорово, когда имеются какие-то такие вот вещи. Я помню, я много-много лет назад слушала, ты давала кому-то интервью, я не помню кому, по поводу того, как у вас проходят обеды обычно. Когда еще девочки, ваши дети были маленькие, и ты рассказывала по поводу того, как обычно во многих других семьях проходят обеды. И как вот ты готовилась к этим обедам, чтобы не было совершенно никакого негатива. Может быть, расскажешь про это? Знаешь, про какое видео я говорю? Ну, я примерно... Я вспоминаю скорее не интервью, а вот... Что вы делали? Что делали? Да, да, да. Это скорее был такой тактический прием. У нас... Мы в двух вариантах беседы использовали с Николаем Ивановичем. Вот. А один вариант, это то, что я просто придумала, глядя на то, что у нас начинались разборы полетов за едой. И мне хотелось как-то немножко любимого мужа отвлечь от этого. Вот. И я просто стала, ну, как заполнять эфир. Вот. И я быстренько выдумывала какую-то тему и начинала рассказывать. И увлекалась, и все тоже увлекались. И, глядишь, обед проходил. Вот так во всем этом, в радости. Вот. А другой вариант бесед, это уже скорее инициатива Николая Ивановича, которая мне очень-очень нравится и близка. придумывать интересные темы на еду. Вот такие захватывающие. Тут я не думаю, что все на свете будут сторонником нашим, потому что некоторые люди хотят, чтобы обеды проходили в обстановке такой, знаешь, благоприятной для пищеварения. Да, и легкой. И вообще говорят, когда я ем, я глухо не ем. Что-то такое приятное, комфортное. И здорово, если они это все создают. Вот. Но нам интересно было еще, знаешь, чтобы что-то умное было за столом. Вот. И это, конечно, задачка. Придумывать умные вопросы. На это же время много нужно. Умные темы. Ну, да, мне поначалу казалось, что у меня не будет столько умных мыслей, чтобы вот каждый день, да, по три за день, да, минимум три еды, а с чаем, там, пятичасовым еще и четыре фактически, да еще каждый день. Вот. Ну, потихонечку, ты знаешь, потихонечку я втянулась, и, по крайней мере, для нашей семьи я могу придумывать темы. Я не уверена, что это всем будет так же интересно, но нам, да. Ну, может быть, нам здесь проще, потому что все-таки мы с Николаем Ивановичем вместе работаем, и поэтому, как сказать, ну, жизнь у нас такая, что нас интересуют похожие вещи. Вот. Это, правда, сильно облегчает жизнь. Вот. С другой стороны, нужно думать и о разнообразии интересов, я так считаю. Я не очень люблю вот какого-то, вот клею входить. Я знаю, что люди, в принципе, быстренько себе какие-то шаблоны вырабатывают, вот, и начинают повторять пройденное. Такое мне не нравится. Я, знаешь, как некоторые просто чувствуют, что пора сделать перерыв и переключиться на другую деятельность, вот я тоже просто чувствую, что пора из рутины выходить.